Приветствую вас. Я думаю, что ребенок, отношение с ребенком, такая очень деликатная тема, которую нужно разбирать максимально подробно, потому что это ребенок. И мне кажется, что только по одному вот такому тексту вашему нельзя дать сколько-нибудь адекватного мнения по поводу этой ситуации, сколько-нибудь адекватной позиции по поводу этой ситуации, потому что слишком мало вы дали информацию нам, вот, ну по крайней мере с точки зрения, опять же, психологии. Вот, ввиду чего, хочется задать вам несколько вопросов, которые, я надеюсь, помогут найти причину того, что происходит. С какого момента конкретно ребенок начал так делать, ну вот, так поступать, с какого конкретно момента ребенок начал так себя вести? А, предшествовали ли какие-либо события тому, что ребенок начал так себя вести? Какая у вас атмосфера в доме? Какие отношения между вами и отцом ребенка? Взаимодействует ли ребенок со своим папой? Взаимодействуете ли вы с отцом ребенка? Если да, то как? Понимаете, истерика это отчаянная попытка ребенка привлечь к себе внимание. То есть, если он, ну в данном случае она, понятно, в данном случае она так поступает, то ей, получается, отчаянно не хватает внимания. И вот весь вопросик мешается в том, почему ей не хватает внимания. Что-то изменилось, что-то произошло, что-то случилось. Вы пишите, что пробовали беседы, объяснения, спокойный разговор с повторениями более двадцати раз одного и того же. У ребенка один и четыре года, я так понимаю. Беседы здесь, мне кажется, ну, мне кажется, беседы здесь как-то, мягко говоря, рановато. Ну, опять же, мне так, мне так видится, такого, таково мое мнение. Я, конечно, здесь наверняка это утверждать не буду, но мне кажется, что беседы здесь не особо эффективны будут. Именно, именно просто, в тылу того, что ребенок слишком маленький. Вот. Вы говорили, что пробовали беседы, хотелось бы, конечно, знать, какие конкретно беседы, то есть, что конкретно вы пробовали, что конкретно вы делали и о чем конкретно вы говорили. А, ну, с ребенком. Потому что, в данном случае, эффективно было бы использовать, скажем так, активное слушание. Это такая техника, вы можете о ней почитать в интернете, она есть, в интернете есть эта техника. Так что так и называется, активное слушание. Вот, вы можете попробовать воспользоваться этой техникой. В взаимодействие с ребенком, а если вы придете к вопросу серьезно, то у вас обязательно все получится и вы сможете наладить, наладить с ребенком контакт. Вот. Я сейчас, наверное, скажу не очень приятную для вас вещь, наверное, скорее всего, но мне кажется, что я не могу не сказать, потому что представляется мне это важным. Ага, вы пишете, бить ногами в скобочках пол, бить по лицу мать. То есть, вот, как бы, в чем сложность донести до вас, ну, значение этой позиции? Сложность в том, что мать это возвышение себя над ребенком. Конечно, нельзя. Конечно, нельзя вас бить, это не обсуждается. Конечно, нельзя. Но то, что вы себя позиционируете вот так, что, типа, я мать и ты меня бьешь, то, что вы себя позиционируете подобным образом вызывает, конечно, вопрос. Может быть, ребенок чувствует, что вы их как-то вот приводносите себя над ним? Может, ребенок чувствует, что вы пользуетесь тем, что вы мать? Ну, опять же, я не знаю, я просто сейчас говорю то, что, вот, как бы находится на поверхности, потому что я не знаю, как обстоят дела. Еще вы говорили о том, что вы объясняли ребенку, что так нельзя делать, ну, так нельзя поступать. Может быть, но здесь, опять же, вопрос идет об активном слушании, вот, условно говоря, очень важно, как вы подаете этот сигнал о том, что с вами как-то нельзя. Если вы это делаете конструктивно, если вы это делаете позитивно, то это одно, если вы это делаете негативно, то это немножко другое. И ребенок воспринимает все с точностью, да, наоборот. Вот, поэтому я очень рекомендовал бы вам книгу Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как». Вот, это очень полезная книга, в ней же вы найдете информацию про активное слушание, как раз, и, возможно, еще какие-то другие важные для вас моменты. Вот, но это так, чисто для поддержания. А на самом деле вам нужно подробно свои ситуации изучить, так что ребенок тогда неспроста. Для него это единственный способ показать, что какие-то вещи его очень сильно волнуют, какие-то вещи его очень сильно беспокоят. Я, конечно, не знаю, о чем конкретно идет речь, потому что, опять же, повторюсь, слишком мало информации. Но, тем не менее, как бы, вот по опыту, да, я могу судить по опыту, что вот ситуация такая. Кстати, заключается именно в том, что ребенок в чем-то очень сильно нуждается, а получить он этого не может. Вот, ну, то есть у него нет, нет возможности получить это, вот, и он боится, что, что в итоге ничего не будет. Вот. Значит, очень важно понимать, насколько вот вы с ребенком близки, да, насколько вы общаетесь, общаетесь ли вы с ребенком вообще просто так, вот. Вот. Очень важно не объяснять ребенку, что так нельзя, да, а говорить о том, что вам больно, например. То есть это вот если говорить так, то это хорошо и правильно, и полезно говорить ребенку, что вам больно. Ну и вести себя нужно тоже, как бы, соответствующее, то есть демонстрировать ребенку, что вам действительно больно, что это не просто какая-то блажь. Вместе с тем пытаться выяснить, почему ребенок так себя ведет. И вот, причем, еще раз повторю, именно в рамках, ну, соответствуются идей активного слушания. Вот. Это важно, на мой взгляд. Так что, именно так можно вам ответить на ваш вопрос, к вопросу, который вы витаете. Вот. Скорее всего этого мало, очень будет, скорее всего. Вам этого, скорее всего, будет недостаточно для решения вашей проблемы, ну, потому что понятно, что проблема, она, как бы, формировалась не один, скорее всего один. Вот. Но, тем не менее, по каждой, хотя из того, что вы написали, я могу вам дать примерно вот такой ответ. С точки зрения, опять же, профессиональной психологии, с точки зрения профессиональной психотерапии ребенка, что это травмировало. Вот. Что касается того, что у вас заканчиваются силы, то, что вы укладываете долго ребенка добавить, это в детстве, я вижу чрезмерную такую связь с ребенком, да, то есть, ну, условно говоря, чрезмерную попытку, допустим, что-то ребенку навязать, если он, если он даже не хочет, не хочет, к примеру, к примеру этого, да, то есть, вот, допустим, не хочет спать. А вы, например, на него давите и хотите, чтобы он обязательно лег спать, да, то есть, вам, конечно, проще, правильнее, не проще, а правильнее, правильнее было бы занять позицию такую, ну, пассивную, я бы сказал. То есть, пассивная позиция хочет спать, не хочет спать, не хочет спить, не хочет не спить, вот, самое главное, чтобы, к примеру, не трогал вас, да, вот это такое отграничение, отграничение, вот, конечно, все это образуется, еще раз повторяю, активным слушанием, да, и так далее. Ладно, это все очень важный момент, не нужно думать, что я здесь предлагаю ребенку бросить, потому что нужно показать, что у вас тоже есть граница, вот, ибо очень часто ребенок в этом возрасте может, как бы, испытывать своих родителей, родителей, условно говоря, на прочность, достаточно, то есть, пытаться устанавливать свои какие-то порядки, потому что, ну, появляется такое вот ощущение, что он, уже не центр вселенной, и это, на самом деле, достаточно, ну, достаточно болезненно ребенком приживается, к этому нужно относиться, на мой взгляд, к этому нужно относиться, скажем так, с пониманием, вот. А ради вам, ну, вам нужна поддержка, конечно же, то есть, чтобы не только вы одна пытались с ребенком взаимодействовать, но чтобы вам, чтобы вам оказывали помощь, чтобы вы не были одна, вот. Вот. Мне видится этот момент, вот, примерно. Таким, ну, примерно так мне видится этот момент, этот момент. Вот. То, что, ну, то, что вы написали. Вот. В целом, конечно, конечно, в целом терпение, ну, в целом, конечно, терпение нужно. то без терпения будет, конечно, тяжело вам, вот, но здесь уже всё перетраивается на самом деле только лишь в то, насколько вы с ребёнком, скажем так, близки, то есть насколько вы способны увлечься его, допустим, интересной игрой или чем-то таким, вот, ну и конечно же отдыхать тоже нужно. Проявлять твёрдость в своих решениях каких-то тоже необходимо, вот, но это уже следствие. Вначале разобраться с тем, что тоже ребёнка выводит из состояния, потому что, не знаю, в курсе вы или нет, но ему, ребёнку, я имею ввиду, тоже нелегко от того, что происходит. Он не наслаждается от того, что происходит, наоборот, его это очень сильно травмирует. Я вот надеюсь только на то, что вы не думаете, вы не думаете, что ему как-то вот, ну, полезно так себя вести, да, что это как-то идёт ему на пользу. Я надеюсь только, что вы так не думаете, потому что это неправда, вот, потому что ребёнку действительно тяжело. Вот, именно поэтому иногда так важно получить семейную консультацию, да, поговорить именно с семейным психологом для того, чтобы понять, где и в чём вы допускаете ошибки. Вот. Подкорректировать их ошибки свои, свои. Вот. И после этого наслаждаться жизнью с ребёнком любимым. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.